короче мы приехали точнее я приехал это каким допольным путями ехал но в итоге мы встретились пипец под деревню меня зовет вот это вот минск и причем далеко не окраина ладно чувак скажи чем людям хорош всем привет будем снимать клевого визу так что как школьника не федор будет потом пародирует какой не федор где-то шкала блогеров да да параде мы не продержат но все равно мы не шкала блогерами крутые чуваки короче едем на этот сеньянская водохранилище мы его найдем еще покажем вам прикольный парк с велодорожками и как здесь все обустроено ты задниц так не крути если такой жопы крутить нас не поймут да ладно были блин реальная деревня прикольно в ряд деревни в горе представляешь как здесь земля стоит а хотя хрен она здесь то вчера с таксистом такси ехал разговаривал с таксистом у него короче дачи ну по сути дом прямо замка там 400 метров хотели продать землю нельзя по жизненному пользованию без права продажи продавать нельзя да а я по велодорожки тебя камаз собьет слышь я тоже так хочу о смотри какая-то фишка тенниса ой слушай как здесь клево наверно жить заняться теннис а вон это самое водохранилище надо сюда на рыбалку съесть блин ты смотри пляжный волейбол пляжный теннис блин ну ты алюмафо пляжный волейбол пляжный пин-пон блин а чё тут делать здесь проезд то есть еще какой думаешь там уже починили потому что там вообще нет ну поехали вот вот вам пример куда идут деньги налогоплательщик на обустройство зон отдыха через какое-то время здесь будет красивый пляжик набережная эх эх вот рыболовы летнее кафе вообще пипец раздевалка здесь купальня надо как-то сюда будет приехать с Ксюхой а было что море не а пока нет мужики смотри на дон пилот значит леща пьянство на воде приводит к беде блин понял пью на алкоголе это пьяница ну блин клево нас по крайней мере пять лет назад тут в питере озерка ну по сути то же самое тоже три озера тоже примерно так на окраине города блин во первых там к воде практически уже нигде не подобраться там понастроили частных домов и мест где можно подойти к воде там ну на пальцах одной руки можно пересчитать пляж там ну еще пару метров все перегра хотя по закону нельзя там сколько 50 метров должно быть до воды пусть свободно вот ой надо сфоткаться реально клево небольшую фотосессию начал видео сеть рыбалка рыбку ловит вообще клево сделал несколько кадров для блога ну смотри здесь водопад идет дальше озеро с другой стороны ну лес понятно ну лес понятно какое то поле между прочим засеяно вон они поля надеюсь вам видно едем дальше смотреть красоты широты это видимо этот день рождения отмечается кабинки туалетные вон ну а ну ка сюда за рулем это халявная что ли да а нифига себе да ладно ты серьезно ты серьезно ха прикольно слушай надо было всего мяса взять да вот это поворот вот внимание для того чтобы люди могли отдохнуть создана такая штуковина такая зона отдыха здесь у нас мусорка беседочки со столами мангал блин вообще круто и все на халяву вот так вот плохо рвется и сто лет да он кто-то собирается смещать день рождения тоже беседочку красили скамеечки мангала все для людей в этом схема пойдем посмотрим вот у нас схема вот этого комплекса мы сейчас где находится мы находимся получается так сейчас мы вот мы находимся здесь в 5 где пятерка а там где двойка вон через дорогу если видите там сейчас идет благоустройство строится набережная будет очень круто и красиво вон там вдалеке тоже не знаю видно не видно ну может сюда туда едем там прокат каких-то лодок катамаранов вот ну здесь в принципе все написано причал туалет велодорожка спортивная площадка шашлычный двор эта штука называется шашлычный двор кажется и таких на этой территории две штуки пока может будет больше там не вижу какая циферка как она 4 не как она отмечена где а вот коричнево все все да блин круто хоккей да 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 я познакомился вообще случайно женщиной бюстера вот я тебе что хотел сказать историку и что так голова она была в таком восторге просто вот ну что а мы ехали а мы в эту деревню а он спросил у меня как пройти в телекрите и как раз у меня она стоит мы два часа в 8 мы разговаривали она говорит что самая первая что есть где можно за это а это да это реально первое что в глаза бросается причем здесь чистота такая можно сказать звенящая то есть здесь не просто чисто здесь такое ощущение что пришел куда-то ну вот на вокзал приезжаешь да в Минск я выхожу и у меня ощущение такое что я куда-то на лифте в квартиру приехал то есть реально там блин стены в прямом смысле слова я лично видел шампунем вымыты еще разводы остались вот шампуни для нас это естественно дикость я помню а вдвойне дикость из-за того что Россия извини меня она в десять раз богаче да какой в десять в десять тысяч раз богаче Беларусь но в Беларуси почему-то могут вот это все сделать а у нас нет почему я не знаю здесь брод что ли прикольно по всей видимости эти рыбы здесь немерено потому что рыбаков очень много вот на чем мы там остановились на чистоте ну реально оно пипец как в глаза бросается просто надо реально съездить один раз там в Москву я тебе говорю я когда моё первое впечатление когда приехал в Москву вот я был на Киевском вокзале ага нет да вот моё вот впечатление вот блин не очень сказано какая помойка бомжи чурки да и короче и ну и богатые среднего среднего слоя как такого нет либо вот такие вообще все все правильно ты говоришь абсолютно так и есть я думаю я вспомнил свои слова блин я понял что все я хочу обратно мне хватило для этого одного дня да да я хотел еще приехать послужить ну видишь как я тебя вовремя остановил не ну мне аргументы приводят постоянно в живом журнале что вот типа что тогда все белорусы там в таком количестве едут я тебе скажу что они все возвращаются все мои друзья которые работали после все вернулись это во-первых во-вторых они туда едут работать не жить потому что тебе больших разниц моряка вода прозрачная обрати внимание да чистенькая чистенькая а в МЧС мы часы да ой блин ладно погнали смотри деревья повысаживали свеженькие видишь что это клен осина осина а вот обратите внимание едем ну по сути блин вообще непонятно где мы едем даже здесь чистота какая а ну зрителям это мало что скажет не почему не за кольцом вон кольцом за кольцом вон как что-то а мы на территории города да 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 я иду все короче мы на территории города но вон кольцевая дорога вот я не обнято я о том что такая дорожка здесь нет ни движения особо ничего но чистота выобразить какая внимание какая не бычков там всяких не хабариков никаких там бумажек фантиков чистота порядок утки 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 а на той стороне один из пляжей мороженое хочешь сейчас проведем социальный эксперимент социальный эксперимент какой вот едем катаемся по парку да вокруг с одной стороны у нас коттеджный поселок с другой оценянское водохранилище барям бы захотел мороженого напоминаю сейчас будет недель четверг относительно прохладно на пляже никого нету сейчас посмотрим найдем мороженое или не найдем сколько нам на это время помогло сколько там у меня часах нет чего да халявный теннисный корт ну халявный не очень понятно но тем не менее он есть я думаю что он все таки халявный а да халявный вход открыт видишь все вон вон вход калитка ехать не вдали но там калитка есть а вон там желтенький то опять же халявный туалет тоже бесплатный да а не две тысячи две тысячи белорусских рублей это да ладно если серьезно говорить где а вон сейчас я вон велостоянку сфоткаю захотел душ пожалуйста да душевые кабинки погода не позволяет как в этом стоянка еще одна трейлер поставил ну кто тебе даст здесь поставить парковая зона в лесу где-нибудь в озеро да а причем был был же репортаж про белорусов вместо того чтобы снимать квартиру где то поставил на минском море контролирует и жил то так мы здесь не проедем по-моему 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 вот так все вон кафе то Лизский квас, кстати вкусный такой. Чебуреки. Я будь чебурек, будешь чебурек? Нет, я морозу. Сейчас будем есть. Вот, наши чебуреки готовы, такие вот, быстрые, очень вкусные. За два чебурека и кола 0,5 я отдал 43 тысячи, это на наши, сами переводите, 280 белорусских рублей. Это один российский, 280 белорусский. О, ладно, мы сейчас будем кушать. Я, короче, буду есть, буду вам сейчас что-нибудь рассказать. Ты, короче, ешь, никому не интересно, как ты ешь, всем интересно, когда я ем мороженое. Да. Вот, потому что... Чтоб сюда красивее положить. Может, ты, ну и пошел ты. Короче, мы поели, попили, пофоткались. Пофоткались. Едем дальше. Смотреть, что тут очень интересно. Во, кран с водичкой, что ли? Да, жди. Не, не включай. Смотреть. 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 Я подожди, что говорю. Все, хочешь? Да иди вообще пока. Ну, ты попью? Блин, ты потом попьешь, я тебя еще пью, чем сходку. Теперь иди пей. Теплая. Можешь с другой стороны попить как-нибудь? Ну, рожу повернуть в другую сторону. А как? Тебе надо-то за всюду не хватать. Давай попробуем. Вот эту кепку так. Не ломает. Детская площадка. А еще один. Еще один кран. Так, дай сфотку. Так. Здесь спасательный пост у нас. Рыбаке опять рыбалось. Смотрите, какая прозрачная вода. И рыбы. Смотри, сколько рыбы, кстати. О, е-мое. Правда, смотри. Такая, ну, относительно крупная. Прикольно. А про казаки там. А вон у тебя адский. С мамой уткой. Ладно, поехали. Панты? Панты. Белорусские. Белорусские панты. Ладно, поехали здесь. Ну, куда нам дашь ваши птицы? Ой, не уйти, умоляю. Вас тут в другую сторону, панты. Вы все сироты, блин. Ха-ха-ха. Никого ничего нет, блин. Да. А зачем? А зачем полиция? Да вот и я, брат. Ты не по своей полосе едешь. А что, кто-то есть еще едешь? А, никакая разница. Нарушаешь правила дорожного движения. Тебя наказать надо. Расстрелять. Где старый? Сам ты старый. Я молодой дед. Ха-ха-ха. Ты нарушаешь. Нарушаем. Женек, короче, там вниз. Яд. Хе-хе-хе. Надо штрафовать. Жесточайше наказать. Жесточайше. Короче, вот такая была у нас экскурсия сегодня. Напоминаю, это Оценянское водохранилище. Вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Видео будут выходить регулярно. Будем стараться снимать их по несколько раз в неделю. Показывать интересные места, в частности в Минске. Но не только в Минске, по всей Беларуси. Ты куда-то не туда смотришь? Я смотришь туда. Ладно. Вот. Он не хочет на вас поразить. Вот. Короче, будем снимать много-много интересных видео. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Под этим видео я оставлю ссылку на текстовую версию нашего путешествия небольшого. Этого обзора на LiveJournal. Туда тоже заходите. Мой адрес я. Ларос.LiveJournal.com Подписывайтесь на журнал ЖЖ. Подписывайтесь на канал в YouTube. Будьте с нами. Пишите, что вы еще хотели увидеть. Обязательно снимем, покажем, расскажем. Все. Всем пока. Пока. Мы погнали домой.